Время Артемий Симонян Но неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка. Ты всегда в моем сердце, заявил мужчина. Он уточнил, что отпевания и похороны Ливанской пройдут в среду, 9 сентября. Телеведущий Александр Олешко тяжело переживает смерть коллеги. Он близко знал Александру Юрьевну. Ушла Александра Ливанская, журналист, профессионал с большой буквы, знающий и любящий профессию. Подарила всем нам свои знаменитые репортажи «Ни о чем», которые, на самом деле, всегда имели свою тему. Своё настроение, свои задачи. Эти репортажи, по сути, признание в любви людям, стране, родине. Высказался Олешко. Ливанская посещала спектакли, в которых участвовала Александр, и старалась ободрять артиста. Всегда находила трогательные и важные слова поддержки и доброго отношения, когда видела меня на телеэкране. В последний раз мы списывались осенью прошлого года. Я не знал, что она болеет. Очень, очень жаль. Светлая память, заключила Олешко. Александра Ливанская родилась в Москве. В 1981 году она окончила факультет журналистики МГУ, а её карьера началась в 1978. Тогда ещё будущая звезда телевидения работала внештатным корреспондентом московской редакции «Гастелеради». Телезрители запомнили Ливанскую по программе «Время», где Александра Юрьевна трудилась в качестве телекорреспондента и комментатора. В информационно-развлекательной программе, да и после полуночи Ливанская вела рубрику «Репортажи из провинции». В 1998 году журналистка перешла на телеканал ТВ-центр, где вела передачу «Здравствуй, мама». Сын Александры Юрьевны, Артемий, пошёл по её стопам. Он также стал тележурналистом. Недавно из жизни ушла звезда фильма «Доживём до понедельника» Ирина Печерникова. Ей было 74 года. Скончался актёр Борис Клюев, актёр сериала «Воронины». Два года назад ему диагностировали рак лёгких. Солист «Ласкового мая» Александр Прико умер в реанимации Покровской больницы на Васильевском острове. Музыкант заразился коронавирусом.